Я не знаю, может быть, сейчас во мне играет некая недосказанность с ними, недозавершенность каких-то моментов, что я имею в виду. У них очень ограниченный ко мне, как и ко всем артистам, которые падают, русские особенно, очень ограниченная потребность в нас. Интересно. Да. Он заключается только в том, сыграть какого-нибудь урода бандитского. Кого вы играли, кстати? Я сначала в Миротворца играл генерала продажного российской армии, которая продает боеголовки балканским повстанцам ядерные. Такой сценарий у них. Боеголовки штук 9, он везет в каком-то грузовике и их прилагает. Не сам за рулем? Не, не сам за рулем. Это они уже все-таки там, ну, должны же быть там и хорваты, и сербы должны были, там, серб за рулем, там, хорваты. В общем, всем были свои миссии. А в Тройкино? В Тройкино это было уже, в общем, это была первая, может, единственная попытка за всю историю наших взаимоотношений с Голливудом сыграть хорошего русского. Хорошего русского, это мы летели, это Deep Impact, такая фантастическая история, ну, не очень фантастическая, потому что какое-то время, лет 10-8 назад над землей висела такая звезда какая-то странная, метеорит какой-то, он даже был виден, я, по-моему, в Англии был и видел, и все смотрели на него. В общем, Голливуд же, он же такой, фабрика сразу, хоп, разрабатывается несколько десятков сценариев по этому поводу, и одновременно и снимается этот блок этих историй. Одна из этих историй была, значит, Deep Impact, где мы экипажем летели с земли на этот метеорит, чтобы заложить там, ну, в общем, как и наш товарищ, который, Армагеддон, который, он снимал, этот фильм снимался в соседнем павильоне. Армагеддец. Армагеддец. В соседнем павильоне просто, но там был вот русский, да, помните, да, в каком состоянии, там, какой-то валенки, шапка, какая-то бутылка летала. Классические. Классические их представления. Здесь был русский, в моем исполнении, что меня очень его, это, гордость берет, абсолютно нормальный человек, то есть, ну, у него были недостатки, он там, у него не было семьи, он был такой, извините, любил женщин многих, многих. Это его достоинство. Это, ну, как посмотреть, у американцев, у них, как бы, это, все-таки, они в минус это все. Ну, такие вот минусы, довольно человеческие были минусы, не то, что он там грыз, я не знаю, ногти на ногах и не умывался никогда. Нет, это у него, как в Армагеддоне, да, но снимая, то есть, была попытка сделать вот этот экипаж такой, действительно, международный, но человече. Не было по национальным, как бы, такого сразу плохой, хорошей, как у них обычно бывает.